Перед укладкой гипсокартона на пенопласт надо учитывать размеры пенопласта и гипсокартона. У меня вот так вот по ширине пенопласта идет метр двадцать и также у меня ширина гипсокартона метр двадцать. Если мы попадем в шов в одном и том же месте будет, что гипсокартона, что пенопласта, жесткость конструкции будет хуже. Поэтому надо гипсокартон расположить так, чтобы этого не случилось. Видео начинаем с крючков, чтобы доказать, что пол изгиб рака может существовать. Многие в это не верят и удивляются, как оно так. Здесь у нас ванна, здесь нужен нам максимально жесткий. Поэтому здесь он у меня в два слоя, то есть пенопласт. Ну я еще положил подложку после пенопласта. Просто она у меня оставалась и решил так, что мог какие-то малейшие она заберет неровности. Плюс от пенопласта отделю помещение, то есть как пароизоляция. Ну мало ли какие там, хотя я не сомневаюсь, что там какая-то будет температура, чтобы пенопласт ему какой-то запах давать. Ну или допустим тот же самый гипероид. Потом два слоя гипер, как я уже сказал. Один по вертикали, другой по горизонтали. Между собой они у меня скручены еще шурупчиками, ну по швам, именно. В остальных местах нет необходимости. И по бокам щепеночки щелки доделал. Вот идет тот, который ложил. Надо еще материал выбирать. А вот обычный, то есть вот, этот даже если ломать, ломается. Обычный вообще легко. А этот, блин, в два, я уже, вот, труд. Да. О, один еще как-то пошел. В общем, ломается он друднее, что я еще хотел показать, что он, видно, не видно? Не поймать. Здесь, в общем, такие ворсинки, текловолокна, похоже. Кормировка небольшая идет. По сути, этот тоньше, чем вот тут обычно. Пару миллиметров, точно. Ну, в принципе, думаю, даже если обычный ложить в два слоя, он тоже будет мощный. Под ламинацией в один слой решил оставить, хотя тоже вчера думал два. Сделал, так как, тестовые кусочки выложил. Если им даже больше было выложено. Походил, погулял, так сказать, по швам. Проблем не увидел. Так. Ну, вот, допустим, здесь проседает немножко. А если у меня тут положить, я какой-то такой разницы, на самом деле, не замечаю. Дабы не наступил. Вот так поставил, хоть так. Ну, конечно, я на всякий случай все такие места, где чуть поседает, ну, так же пеночки пройдут. Они между собой схватятся, и швы перфиксом. Подытожим, как вышел у меня. Рубероид от бетона. От бетона рубероид. Ну, кровельный материал, он там потолще обычного рубероиду. Наплавляли. Потом пенопласт 10 сантиметров. Потом подложка, которую спирал купил. В принципе, она не обязательно. Ну, она мелкие неровности скроет и уберет. У нас отвод от нашего рубероида, от пенопласта. Мало ли какие-то испарения, в которые я не верю. Ну, дополнительная пароизоляция, плюс еще щели между пенопластом заделывают. Сверху два слоя гиперка под плитку, один слой под ламинат, ламинат сверху. Может возникнуть вопрос, как устраивать перегородки при такой конструкции пола. Ну, вот у меня с двух сторон по два слоя гипсокартона. Как бы и вес есть. Все нормально сидит. Жесткость есть. Просто побольше шурпов скрутил по всему периметру нашего направляющего профиля. Между ламинатом и гипсокартоном никакой подложки не использовал. Главное, все это пространство хорошо пропылесосить, чтобы потом у нас мы не ходили к какому-нибудь мусору. Лучше, конечно, паркет использовать. Он более теплый. Но ламинат более экономичный вариант. Создал единую поверхность, он и, в принципе, никаких движений от гипса вообще не чувствуется от швов гипсокартона. Все хорошо сидит. Если ходишь, даже не подумаешь, что здесь гипроб. Спасибо.